Всем здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие императрицы, мои красавицы! Я вас всех рада снова видеть! Также, если меня сейчас смотрят мужчины, добро пожаловать на мой канал, пожалуйста! У меня статистика показывает, что вас уже 8%, а не 7, как неделю назад. Поэтому я очень рада, что меня мужчины тоже смотрят. Если я вам как-то чем-то полезна, спасибо огромное! Мне приятно! Итак, сейчас будет онлайн-расклад. Тема будет, конечно, такая, знаете, скучает ли он по мне, да? Потому что всем женщинам всегда хочется знать, скучает ли он, страдает ли он, да? Страдает особенно, да? Но сегодня тема будет, скучает ли. У меня новая колода. Я ее покупала, колоду, давно, но как-то столько карт много, я про нее забыла. Никогда на ней еще не гадала. Для себя просто открывала, смотрела что-то там. Себе что-то смотрела, а так в прямой эфир еще с ней не выходила. Поэтому давайте посмотрим. Я не знаю, что она сейчас будет говорить. Она, колода очень, я бы сказала, такая, достаточно мягкая. Я люблю что-то такое, хрязь, да? Но ничего, сегодня, я думаю, может быть, будет как-то все аккуратно. Не буду уж я так, да? Мужиков гонять, как всегда. Ну, не знаю, посмотрим. Интересно же, да? Интересно. Колода называется Таро Белых Кошек. Если кому-то интересно, Таро Белых Кошек. Таро Белых Кошек. Она очень мягкая, вот, знаете, кто привык работать с сильными колодами, мощными, где вот не любит никакой мягкости, а любит жестко, это вот темные колоды. Может быть, для вас как-то это будет не то. Ну, хотя можно держать, да? Можно держать у себя в арсенале, если вдруг что. Так, погадать. Я не знаю, что сейчас будет. Вообще, без понятия. Садите все поудобнее. Можете налить себе, да, что-нибудь, что вы любите пить. Компот, чаи, соки. Максимально расслабьтесь. Руки, ноги не скрещивайте. Телевизор сделайте потише. Сами успокойтесь. Мысли тоже успокойте в своей голове. Все, что я сейчас буду говорить с самого начала. Слушайте, да, если резонирует, значит, со мной идем до самого конца. Если вы чувствуете, что что-то здесь не то, вообще, это не мой расклад, да. У меня есть второй мой канал. Называйте Яна Гюрер. Варианты судьбы. Я его открыла 9 января. Он еще такой маленький у меня канал. Поэтому заходите туда, смотрите. Там только одни варианты. Туда, пожалуйста, с интуицией. Включайте ее и выбирайте любой вариант. Здесь у меня на этом канале только один вариант. Только один общий для мужчин и для женщин. Если мужчины смотрят, пожалуйста, меняйте, сопоставляйте все под себя. Хорошо, потому что мне тяжело говорить со стороны женщины, со стороны мужчины. И включаться в одну энергию, в другую. Я просто, как, знаете, в хлам иду. Мне очень тяжело это. Это, знаете, как этот. И как из фильма. Да, я боюсь, но я не трус, да. Или как? Я трус, но я боюсь, да. Или наоборот. Но не важно. Все. Так, успокоились. Отлично. Все, отлично. Подумайте, пожалуйста, сейчас о своем мужчине. Да, вот все прям так же вздохнули, как я, господи. Опять о нем думаете, боже мой. Когда же это все закончится-то уже, господи. Когда? Девочки, сегодня все, наверное, закончится, дай бог. Сейчас вот белые, да, белое таро белых кошечек вам сейчас все объяснит. Если черные не смогли до этого объяснить, сейчас белые все объяснят. Так, успокоились. Думаю, с вами еще не представьте его, как он выглядит, что он из себя представляет. Какой это человек, да, хорошо? Я сейчас буду говорить про него, кто он. И я вытащу вас, чтобы вы понимали, это вообще я или, да, как всегда, вот о чем она говорит. Может, это не я. Сейчас я вас здесь посмотрю. И потом я уже буду сопоставлять, да, я уже буду задавать вопросы. Хорошо, чтобы расклад был обширный, объемный, понятный. Для всех уже понятный. Иногда потому что такое пишут в комментариях. Я иногда думаю, вообще меня смотрели, вот этот расклад, чтобы написать такой комментарий. Вообще человек смотрел меня. Итак, ваш мужчина. Я сейчас буду ставить все рубашками вверх, потому что когда я сразу открываю, у меня сбивается информация. Я не хочу, чтобы меня путали. Мне не нужна информация никакой лишней. Я все всегда смотрю сама. Итак, ваш мужчина. Думаем сам, главное, о нем. И смотрим, кто ваш мужчина, кем он является на данный момент. Вот сфера деятельности. Он сам. Кто он? Я еще добавлю две. Что у меня здесь песок? А, это я же это зажигала. Сейчас, секунду. Так, ну все, я выцел, потому что я здесь зажигала боговоние. У меня здесь все рассыпалось, да, весь пепел. Итак, смотрите. Смотрим, ваш мужчина, кем он сейчас... Нет, давайте еще, знаете, как я сделаю? Я же говорила, что сразу хочу, да, я сразу хочу. Давайте сразу уже вас тоже откроем, кто вы. Пусть это будет вот так. Давайте смотрим, кем вы сейчас являетесь на данный момент, да, ваша энергетика. Отлично, все. Этого достаточно. Итак, ваш мужчина. Туз кубков, отлично. Так. Вот я же говорю, мягкая колода, она и звучит как мягкая, понимаете, и работает как очень мягкая. Вот смотрите. Вот смотрите, ваш мужчина на данный момент находится в каком-то выигрыше для себя. Вы знаете, ты... Это то состояние, когда ты знаешь, что ты должен выиграть, что ты должен победить. Или, знаете, как перед соревнованием, или как перед заседанием в зале суда, когда тебе уже адвокат говорит, шепчет на ухо, да, успокойся, все, сейчас мы выиграем, выиграем, мы там сейчас так заработаем, давай, успокойся. То есть здесь человек считает, что он выигрышем. У кого-то, я не знаю, какой там выигрыш в суде, что у него происходит в суде. Он разводится. Он у кого-то что-то выигрывает. Он по каким-то делам, у него работа, он юрист, да. То есть здесь человек находится в каком-то вот... У меня сейчас получится, у меня сейчас получится. Так же здесь идет человек или выпивающий, или ему так хочется выпить. Вот так хочется выпить. Ну еще, конечно, сейчас же я в выигрыше. Как дай-ка я быстрее уже поддамся, да, расслаблению. И я бы еще сказала, что здесь какие-то поездки есть у него, или он хочет уехать. Вот после того, как суд закончится, там все дела вот эти закончатся уже, он там выиграет, он же мечтает, да, все выиграет. Все, я поеду, я отправлюсь куда? Куда-нибудь, наверное, в солнышку, потому что я столько перестрадал, я столько перенечил. Мне отдых просто необходим. Я хочу выйти из сложной ситуации. Эта ситуация сложная, меня тянет пока назад в болото. А я, как тот бегемот из болота, хочу выйти, потому что я хочу к солнышку. Я хочу почувствовать себя настоящим мужиком, которым был я несколько лет назад. А сейчас у меня все плохо. Кто-то меня пытался подавить, подавить, прогнуть, там еще что-то, да. Я хочу, чтобы эта ситуация изменилась. Изменилась она по справедливости. Неужели я не заслуживаю справедливости? Да, заслуживаю. Я и выпить имею право. И любить я хочу тоже по справедливости. Я вообще все хочу по справедливости. Может быть, кто-то думает иначе. Это ваше право. Но я-то знаю, что я хочу. Я же тоже человек. Я же не какой-то там изверг. Я же не изверг. Я хороший мужчина. Да. Да, где-то эгоист я это признаю. Ну, а что делать? Что делать? Такие люди тоже нужны. Вы понимаете, здесь мужчина вот так себя сейчас чувствует. На таком... Вот на таком внутреннем чувстве он находится. Он хочет куда-нибудь уехать. Знаете еще куда? В Сочи. Я не знаю. В Гагры. Что у нас еще там есть? Юг России. Хорошо. Есть еще... Я просто не знаю, у него материальная сфера какая. Если бы денег побольше, то хочется куда-нибудь еще там. На юг Франции, Испании. Если еще побольше денег, куда-нибудь вообще там, понимаете, за океан. Да, во Флориду, я не знаю. В Лос-Анджелес. В Лос-Анджелес он хочет. Он хочет просто немножко расслабиться. Потому что он считает, а я заслуживаю того, чтобы немножко мне было хорошо. Кусочек, кусочек счастья я заслуживаю, а? Вы как думаете? Каждый человек заслуживает хоть немножко кусочек счастья. И я тоже заслуживаю. Здесь мужчина это чувствует. Потому что я хочу немножко, да, развеяться. Я устал. Я очень сильно устал. Я хочу уйти. Я хочу уехать. Вот то, что сейчас вот энергетика этого человека. Он прям вот, знаете, ждет. Ждет, что вот сколько... Скоро по справедливости что-то решится в его пользу. Я не знаю. Может, он разводится там в таком эйфории находится. Что у него там должно? Он выиграет что-то должен? Что он должен выиграть там? Я не знаю. Что выиграть? Как победить даже, знаете, получить. Вот оно счастье мое. Сейчас я там бизнес свой открываю. Все у меня сейчас как попрет. И я потом поеду куда-нибудь на отдых. Ну как же? Надо же первые деньги обмыть. Окей. Давайте смотрим вас. Кто вы? Ой, отлично. По девятке Пентакли, девочки. Можно было уже другие карты не вытягивать. И еще старший Аркан Сила. Ну потрясающе. Про вас можно будет сейчас полчаса рассказывать. У нас время. Время еще есть. Так. Ой, ну да, да. Конечно. Конечно. Вот не столько он о вас на данный момент, да? Может быть. Ну думает, но не столько сильно. Не настолько. А вы прямо о нем так думаете. Ой, как думаете. А еще знаете, что больше вы о нем думаете? Давайте я все-таки немножко вот так сделаю. А вы еще больше всего знаете, что о нем думаете? Вы как будто все хотите ему доказать. Ой, как вам хочется ему все доказать. Посмотри, кого ты не оценил. Я девятка Пентакли. Я старший Аркан Сила. Я четверка Жезлов. Ты представляешь, кого ты потерял? Ты не представляешь. Да, здесь женщина. Ты не представляешь. Вот уже здесь вот так ощущение, как будто вы сами на... Вот после того, как мы с ней, наверное, расстались, поругались, вы стали так усиленно над собой работать, чтобы ему доказать, что вы круче. Круче не в смысле его круче. Это понятно. Здесь абсурд. Он мужчина. Вы круче абсолютно какой-либо другой женщины, которая может ему попасться. Понимаете? А он здесь же эгоист. Я красавчик такой. Да, да, да. А вы, ах, а я что-то думаю, что я не красавица? Да я такая красавица. Такого красавица-то еще поискать надо. Во мне есть вообще все. Я тут барыня такая, понимаешь ли. Да? Вот посмотри, как я одета. Вот это все мое. Вот эти вот все мной заработаны. Все непосильным трудом, как говорится. Две видеокамеры. Да? Три куртки замшевые. Три. То есть здесь женщина... И не то, что хвастается. Хвастается это, если, например, там что-то не... Вы заслуженно заработали все сами. Вы понимаете? Заслуженно. Вы такую работу над собой провели? Кто-то из вас сразу похудел там. Кто-то пошел, побежал сразу в косметологию подтягивать лицо, уши, глаза. В общем, все, что можно было, чтобы выглядеть, как в Софи Лорен в молодости. Кто-то из вас там пошел на какие-то курсы, курсы вождения, изучение, там, не знаю, колумбийского языка, там, я не знаю, испанского, тайского. То есть здесь усиленно женщина стала работать над собой. Усиленно. Чтобы доказать ему, что я лучше. А ты меня уже потерял. Все, милый, нет тебе прощения. Чтобы он лишний раз сказал. Да, я понял, понял. Как я мог тебя потерять? Вот, видишь? А это теперь тебе наказание. Ты думаешь, что так теперь легко меня сможешь назад вернуть? Нет. Да, здесь женщина делает все, чтобы вот наказать его, морально наказать. Физически же не могу, хотя бы морально, чтобы помучался, чтобы со стороны-то поглядел. У вас, наверное, у всех аватарки в соцсетях самые красивые. И с букетом, не с букетом. И в машине, не в машине. И платье красное, и синий, серый, и в такой пузе. И с улыбкой. В общем, девушки, я просто не знаю. Здесь, да, женщина здесь работает над собой. Причем она, я бы еще сказала, делает все, чтобы быть на высоте. И она прям показывает. Хо, ты что думал, что я буду унывать? Нет, милый мой. Я тут торогов смотрю с утра до вечера на ютубе. Да тут они мне унывать. Они пенька под зад мне и говорят, давай, киска, иди работай. И все, я пошла работать. Вот и писай, какая я пушистая. С начесом хожу тут. Настоящая киска. Я над собой работаю. У меня какие коготочки. Все у меня красиво. Да, да. Вот такую ты киску потерял. Да. Еще, знаете, еще так у кого-то, не у всех, у кого-то момент такой проиграется, что у вас уже есть другой мужчина. Ну, или бы как бы как-то вот кто-то, ну, кто-то есть, и вы как будто как бы показываете, может быть, ему. Милый, а у меня уже другой есть. А ты посмотри, как я выгляжу. Мне букеты такие дарят. Ты знаешь, откуда эти букеты? А депутаты, Госдума, милый, а ты там сиди еще. Я посмотрю на тебя. Ты понял, кого ты потерял? То есть, здесь такое ощущение, как будто здесь, ну, не в смысле, как говорит, а как показывает. Вот настоящая киска, понимаете? Которая сидит, она вот так, иногда домой заходишь к кому-нибудь, и такая красивая кошка, такая прям, знаете, вот белая, голубые глаза, или сиямская кошка, они же с характером. Вот она сидит где-то, в комнату заходишь, в зал, и она сидит на самом верхотуре, то есть на, как его, на верху дивана, да? И так вальяжно на тебя смотрит, типа, что ты приперлась, кто тебя здесь звал? Такое ощущение, как будто, знаете, вот вы точно так же, вот уже сидите в своей жизни вот так, не знаю, у кого-то там мягкий диван, пушистый, у кого-то еще что-то, да? И вы точно так же, как будто, вот если он войдет, вы ему скажете, ой, приперся, а что приперся-то, а? Давно не виделись? Увидел? Ну, давай, разворачивайся, пошел отсюда. Понимаете, здесь такое ощущение, как будто здесь женщина, вот сейчас киска, вот эта настоящая, вальяжная такая уже, такая уже у нее все, ну, что, у нее все схвачено уже, за все заплачено уже, и она миром управляет полностью, типа, да, благодаря тебе. Это еще как в фильме, помните, Москва все за мне говорят, когда она ему говорит, вот я тоже благодарна, что ты был в моей жизни, помните, она ему на скамейке говорит? Потому что если бы не ты, из меня ничего не получилось. Вот здесь такая киска, вот сто процентов, видите, беленькая, с голубыми глазками, вот в такой барской, понимаешь ли, как мне шубу, которую подарили две, вот в такой вот шубейке, да, у себя дома где-нибудь в загородном, где там уже, там, она уже думает, что скоро там, ну, сажать что-то будет, да, потому что она почему нет, то я и посадить могу, у меня еще вырастет, я еще дом построю, сына еще выращу, а что ты думал, милый, пока ты будешь здесь у меня телиться-то, понятно, да? Ладно, идем дальше. И еще, знаете, вот вы, наверное, когда с этим человеком расстались, вы, наверное, четко указывали ту позицию, что в любовницах вы никогда не были и быть не хотите. И он это прекрасно понимает. Поэтому вы свою позицию не сдаетесь, понимаете, вот держите эту оборону, как Сталинграда, и не сдаетесь. Я сказала, что я не буду любовницей, значит, я не буду любовницей. Все. Мне, мне даже, такое ощущение, что вам тоже не обязательно, именно, чтобы брак был официальный через ЗАГС. Но мне нужен мужчина постоянный, на постоянной основе. Мне не нужны вот эти вот, вот это вот бегание, перебежки, вот это вот. Сиди и жди, когда мой кот вернется. С гулянок. Или с помойк каких-то. Мне это не надо. Мне нужен, чтобы мой кот был со мной рядом. Все. Я хочу серьезных, постоянных отношений. Мне нужен настоящий мужчина, который будет со мной. Да, который будет, я не знаю, как-то помогать, может быть, мне. Да, уверенный на ногах стоять. На которого я могу положиться. Ну, блин, я не знаю, как это объяснить. Ну, как нормальный мужчина вот, да, в женщине нужен, да. Поговорить, я не знаю, просто элементарно там покушать с ним вместе. Поговорить, обсудить что-то, да. Ну, так вот, да. Так, понятно. Так, тема у нас. А, скучает. Скучает ли он по вас? Да, скучает ли он по вас? Так, смотрим, скучает ли он по вас. Ну, здесь у меня девочки-красавицы. Просто все мои киски, девочки, вам всем респект. Вы киски стопроцентные. То есть, прямо мурка-мурка, я понимаю. Мурка-мурка. И шерстка красивая, и глазки накрашенные, да. И губки бантиком красные. То есть, и одежда, и умница, и красавица. Ну, как комсомолка-спортсменка, да к тому же красавица. Все в ней есть. Вот так держать, девочки. Так держать. Это очень хорошо, что вы смотрите онлайн-расклады. Торолога вы смотрите. Да не важно, что меня, это уже не важно. Хорошо, что вы смотрите, потому что на вас это очень хорошо действует. Понимаете? Я здесь вижу. Если бы здесь сейчас вышли бы плохие другие карты, я вас сейчас ругала бы по полной программе. И все знают, что ругала бы на самом деле. Это я тоже могу. Чехвостить. Но здесь я только вас хвалю, потому что я вижу, какая вы красотка. Кстати, кто, если вы смотрите, и вы с этим не согласны, ни с ним, ни с собой, не смотрите, пожалуйста. Здесь на этом моменте можете отключиться. У меня есть второй мой канал, заходите туда. А здесь мы продолжаем. У кого срезонировало, идем дальше. Так, скучает он по вас или нет? Ой, еще. Ой, еще. Господи. Господи. Пока гром не прогремит, мужик не перекрестится. Знаете, да? Еще. Говорю же я, сегодня уже говорила, по-моему, да? Мы имеем, не ценим, потерявший, плачем. Это касается вашего мужчины на данный момент. А я теперь объясню, почему. Вот смотрите. Когда он был с вами, планка не была высокой. И вы могли на этих нижних уровнях... Ну, он там что-то зарабатывает, вы тоже где-то там к внизу. Вы могли на этих уровнях прекрасно построить отношения. Теперь что получается? Он, как говорится, испортил всю малину. Да? Вы его посылаете автоматом. Здесь вы начинаете полностью рост над собою. Рост над собою. По всем фронтам. И теперь он думает, ой, блин, что у тебя происходит? А он уже не понимает, а как мне теперь ее догнать? А как мне теперь ее догнать? Потому что вы плюнули на него и сказали, давай, давай, я сейчас покажу тебе, кто такая я. Ты, видать, меня еще не понял, раз себя так вел. А теперь я сейчас покажу на самом деле, кто такая я. И теперь, милый, ты до меня расти будешь, а не я к тебе спускаться. И здесь пошел такой полный рост от вас, девочки. Вверх, по всем фронтам. Уверенность, сила, мощь. Я женщина, я сексуальная, я лучшая. Я умею больше зарабатывать. У меня сильный характер. Меня хрем прогнешь. И он думает, ой, блин, а что получается теперь? А как мне теперь восстанавливать с ней отношения? Как мне возвращать? Я вообще уже ей не нужен, что ли? Понимаете? А теперь давайте по порядку. Потому что я уже сразу здесь пошел поток. Он сейчас знаете, о чем больше всего сожалеет? Знаете больше всего, что ему не нравится? Что он вас потерял ту первую. Когда вы та первая киска, которая пришла в его жизнь. Мягкая, добрая, нежная, ласковая. Которая от чистого сердца говорила, я тебя люблю. Ты мне нужен. Я хочу быть с тобой. Я хочу с тобой, например, семью. Вы были настолько наивны, может быть и чисты, и все вместе. Ну, как обычная женщина, которую любит, господи. Вот с этого момента, как говорится, как это сказать-то, культурнее. А то одни мутики сейчас в голову лезут. Сейчас. Он с этого момента просто сел вам на голову. Понимаете? И стал там ходить, на этой вашей голове. Что после чего уже вы потом его скинули и пошли вверх. Поняли, да? А вот теперь смотрите. Он вас хочет опять вернуть. Ну, хочет, конечно, понятно, такое относительное слово хочет. Мечтает вас, да? О том, чтобы вас вернуть такой в эту энергию опять милую, нежную, добрую. А он вас спросил. Вы в этой энергии уже быть не будете с ним по отношению к нему. Может быть, в каком-то другом мужчине? Да. Но к этому мужчине уже нет. Потому что на дважды вы над ней и те же грабли уже не наступите. Вы уже умная. Вы всегда были умные. Просто раньше вы ему доверяли. А сейчас уже никакого доверия к нему нет. Дальше. Он уже, знаете, что понимает? Что он находится ниже вас. И чтобы до вас дотянуться, ему нужно также работать над собой. И он думает, блин, ничего, пойти на китайский язык теперь, на тайский язык. Пойти на права сдавать. Что мне надо сделать, чтобы до нее уровня? Ну, я уже как бы рубашки чистые стал одевать, бриться стал. Так как мне подняться до ее уровня? Понимаете? Как мне подняться до ее уровня? Потому что он сейчас об этом думает. Что вы намного выше него стали. Она же теперь просто таким меня не примет. Я же должен теперь вот каким перед ней встать. Королем Жезловым. Ой, пардон. Королем Пентакливым. Мужчина, который солидный, твердо стоит на ногах. Такой же богатый. Она же идет по девятке Пентакливой. Она же обеспеченная. Ни в чем не нуждается. У нее же все есть. Это жмурка себе все заработала. А киска-то? И сидит там на диване, глазки открывает, смоет, кто приходит к ней в дом. А мне-то теперь тоже же нужно здесь вот котом-то стать таким-таким. Таким уже, знаете, тоже таким жирным, обеспеченным. Блин, надо теперь побольше работать. Ну, я теперь буду вкалывать. Я теперь буду вкалывать. А он и собирается вкалывать с утра до вечера. Видите? Он и собирается вкалывать. Ну, а как же? Как же? Если он раньше мало работал, вы закрывали глаза, потому что вы его любили. Когда человек любит, когда человек влюбленный, он вообще на все закрывает глаза. Что вы раньше и делали. Это было вашей ошибкой. Вы сейчас это поняли? А сейчас, когда вы уже давно сняли розовые, или вам сняли, не знаю, розовые очки, вы для себя поняли, что... Милая, ты из себя что представляешь, чтобы я тебя полюбила? Ты что из себя представляешь, чтобы я тебя полюбила? Что у тебя есть? Все, что в жизни ты добился, что это, что, что? Объясни мне, что. Понимаете, вы как к нему будете относиться? Он это прекрасно понимает, что она меня просто так не пустит. Что у меня за спиной есть? Ничего нету, блин, сколько мне лет там? Сколько ему лет? Если он еще молодой парень, то понятно. А если он взрослый? Что у него за спиной есть? И он понимает, что я до нее уровня сейчас никак-то не очень. Мне надо время, чтобы я поднялся так же, как она поднялась. Мне стимул нужен. Вашим стимулом являлся он. Теперь он хочет. Моим стимулом будет теперь она, чтобы я поднимался вверх. Да? Потому что он теперь во мной тоже доказать что-то хочет, что он мужик. Ну пусть доказывает. И у него столько страхов, у него столько сомнений, батюшки. Еще знаете, как у мамин здесь может быть? У кого-то проиграется магия. Почему у него вместе? Потому что у него есть магия. У кого-то это так проиграется, не у всех. У кого-то может проиграться, что здесь влезала мамочка в ваши отношения. И мамочка говорила, зачем, сыночек, тебе такая женщина? Посмотри, она ничего не может. Китайский язык не знает. Работать не умеет. Водить не умеет. Зачем тебе такая жена? Зачем тебе такая девушка? Да? И он себя стал так и вести по отношению к вам, как ненужной. И вы тут же, ах так? Это я китайский не знаю? Да, я сейчас за месяц выучу. Вон. Да? Я сейчас быстро и на права сдам. Машину куплю. Что и происходит в принципе. Я утрированно говорю, все понимают, да? Мое чувство юмора. Но я хочу передать вам, что вы быстро очень встали на ноги. А у него страхи-то остались. Тем более, что этот мужчина очень сильно ваш, привязан к мамочке. У него мама на первом месте почему-то. Вот мама, мама, мама. Я не знаю, мамочкин сыночек что ли здесь? Или мам, что здесь? Что здесь за тип мужчины? У него мама, мама почему-то. Или он ищет тип похожий на мою мамочку? Не знаю. Может быть, это же и так. Фантазий у него много. Теперь он, знаете, что хочет сделать? Он хочет встать с вами на тот же высокий уровень, на котором вы сейчас на данный момент находитесь. И пристать перед вами вот этим вот, да? Карты победителя. Я на коне, детка. И только я могу создать тебе пару. Мурка ты моя. А ну-ка поделись диваном. Могу я лечь возле тебя на твоем диване? Почему я с тобой на один уровень встал? У я тоже мужик мужиком. У меня тоже все есть. Поняли? Потому что на этом диване сейчас... Ну, я утрированно говорю, все понимают. На этом диване пока можете лежать только вы. Не он. Ему этот диван еще нужно приобрести. А что приобрести, надо работать. Вот чем он и занимается. А вы очень быстро приобрели. Потому что некий такой момент сыграл. Знаете, щелчка. Ах ты, со мной так? Ну, я тебе докажу. Все. И пошли вперед. Походка от бедра. Понятно? Слушайте, отличная колода. Отличная колода, девочки. Торологи. Покупайте таро белых кошек. Ну, хорошо, мягко, созвучно. Мне нравится, как работает. Ну, на таких колодах тоже иногда, знаете, надо гадать. Потому что здесь не напрягают. Они, эта колода не напрягает. Правда, не напрягает. Не выжимает с тебя все соки. Как темные колоды. Итак. Я даже по этому поводу сегодня браслет одела. Сто лет не одевала. Он из белого кварца. Да. Что белый-белый, думаю, чтобы энергетика, да, светлая. Итак, смотрим. Скучает ли он по вас? Давайте еще посмотрим. Я хочу в душу к нему залезть. Чего душа-то закрыта? Покажи. Дайте мне, пожалуйста, его. Дайте мне, сила, дайте мне его. Именно его душу. Душу. Скучает ли он или нет? Ой. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да. Та-да-да-да. Как в служебном романе, знаете. Шестерка кубков очень скучает. Девочки, скучает. Вы даже не представляете, как. А скучает, потому что он сто лет вас уже знает. Может быть, у вас дети есть совместные, да. Он через детей о вас скучает. Может быть, он хотел с вами детей и тоже, знаете, скучает. О том моменте, что, блин, вы ему говорили, давай я от тебя рожу, я от ребенка от тебя хочу. А он вам сказал, а зачем мне ребенок? Мне ребенок не надо. Ну, как большинство мужчин же так говорят, да. Он скучает о том моменте, что вы хотели с ним отношений, что вы хотели с ним семью, вы хотели детей от него. Он вам ничего не смог тот момент дать. Когда вы близки были вместе, как дети. Как дети. Потому что дети и животные – это самые искренние существа в этом мире, понимаете. И он вспоминает о том моменте, когда начинались ваши отношения, насколько они искренни были, насколько они честные были, насколько они правдивые были. Когда вот эти первые эмоции, первые чувства, первые слова, когда все зарождалось так классно. Это потом уже кувырком у вас все там побежало уже. Еще скучает ли он? Это ностальгия, карта ностальгии, карта прошлого. Еще скучает ли он по вам? Да, потому что на данный момент между вами ничего нет. Знаете, не получилось как бы, да, хитро, умно, мудро. Он соскочил вот с этой десятки мечей. Его сказал, давай, детка, аравидерчи. Юху, я побежал. И вы ему сказали, ах ты со мной так? Но я тебе устрою. Я тебя пока не накажу, я не успокоюсь. И вы четко прям, не наказывая его, мстя ему открытым текстом, а вы наказываете его тем, что вы растете. А он со стороны смотрит, для себя понимает. Блин, а я думаю, что лучше не ее найду. Блин, никого найти я лучше ее не могу. Она самая крутая. И что теперь делать, а? Что теперь делать? Блин. Понимаете, да? Потому что все, все, все окончено. Окончено. Все. Отношений нет никаких. Ничего нету между нами. Поставили точку. Он соскочил. Он просто соскочил, как ни в чем не бывало. И вы остались, знаете, как у разбитого корыта. Он так себя повел, как-то скользко, хитро, манипулируя. Как-то сказал, позвоню, не позвонил. Сказал, приду, а ушел с другой. То есть он так поступил подло. Подло. Что вы до сих пор в шоке неком остаетесь. В неком шоке остаетесь. И вы для себя, знаете, ну сейчас уже как-то вам понятно. И многое можете вы понять для себя. Но на тот момент, когда это все между вами было свежее и растоп как-то, да, вы для себя четко поняли, что, боже мой, как со мной так можно было поступить. Ну как, я не понимаю, как, кто я, что со мной так можно поступить, как, как. И здесь женщина четко взялась за себя. Ну, опять же, да, онлайн раскладывайте, все вам в помощь. Вы как психологически четко взяли себя в руки, да, вы себя как будто со стороны увидели в зеркале, опять же, кто я. Со мной так нельзя. И женщина пошла в рост. Женщина пошла в рост. Здесь тоже не важно, кто поставил первую точку, вы или он. Здесь тоже многие женщины сами его заблокировали. Потому что он так поступил, как свинья, извините меня, как свинья. Я больше по-слову другого назвать еще не хочу здесь. Что, как не заблокировать? Как не послать? Как, как? Это вообще такое унижение, вы понимаете? Поэтому, ну вот, он это прекрасно понимает. Скучает ли он по вас? Да, очень скучает. Очень скучает. Как это так? Она меня недооценила. Как она так? Меня выгнала там. Как она так? Она должна была терпеть. Она должна была терпеть. Она должна была на меня молиться. Да, я такой. Да, я такой. Она должна была меня принять такие. Здесь я говорю, моя честь. Я мужчина. Я как хочу, так и говорю. Как хочу, так и делаю. Меня надо принимать таким, как я. Я вообще красавчик. Куда я не захожу, на меня бабы уже вешаются. Чё тебе не нравится, детка? Понимаете, здесь вот мужчина ассоциировал себя вот с таким Алан-Делоном, я не знаю, в молодости как будто, понимаете, Алан-Делон. Я и работник хороший, я и мужчина сексуальный. Я и такой, не знаю, подкачанный, не подкачанный. Там, всё, такой котяра я тут, да, я такой котяра породистый. Кто он там, бенгальский кот-то, а? А, не бенгальский? Какой он там? Вот этот, который, порода сейчас, моя любимая, как, подождите, Мейну, да? Вот эти коты, которые есть большие, с человеческими глазами. Я не знаю, какая здесь порода у мужчины. Но я чётко вижу, что он породистый, но, по крайней мере, он выглядит. Может быть, он там вообще из крестьянской семьи, безродный, но выглядит он, конечно, как будто из благородных голубых кровей, понимаешь ли. Выращенный где-нибудь в домах Парижа, понимаешь ли, качаемый в золотой люльке когда-либо, да? То есть здесь мужчина, у него ассоциация такая. Ну, он да себя показывает. Я такой, детка, киска, у меня вон сейчас выйду я, да, за ворота. Сколько кисок возле меня здесь соберётся? Все сами будут на меня возле меня ходить, хороводы водить и мурлыкать. А ты хочешь, чтобы такой кот за тобой бегал? Вот он вам раньше это и показывал, что я бегать за тобой не собираюсь. И вы ему говорите, ах, я для тебя считаюсь такой же безродный, то есть, да, ты считаешь меня, как и все остальные киски. Знаете, сейчас устрою, куськи, ну, мать! Я тебе сейчас покажу, какая я киска! Поэтому вы сейчас, вот как эта сиамская кошечка, лежите на диване, глазки голубенькие свои открываете, закрываете и думаете, о, милые! Это я такая кошечка бенгальская, да, живущая в домах Парижа, а ты вообще кто, я не знаю! Опа, так, хорошо! Это у меня карты, много эмоций, много информации, энергетика прёт, видно, чувствуется, да, от мне и от карт. Так, сколько времени у нас? Ну, всё! Девочки, он скучает, поняли, да, без вас жить не может. Давайте вам совет по этим отношениям, как себя вести, что вам делать дальше. Карта дьявола. Не поддавайтесь искушению, девочки, не поддавайтесь искушению. Вас дьявол двоих связал, и над вами ещё держит огонь, а потом ещё говорит, давайте, давайте, хотите друг друга, вы его, он тебя, давайте. И поэтому у вас такая связка горячая, понимаешь? А дьявол тут сверху смехается, который говорит, давай, давай, вы же не можете без друг друга, сейчас я вам огня, а вы мужа от этого огня уже не знаете, куда деться, потому что этот огонь вас разъедает, он вас распыляет, он вас двигает вперёд, он всё этот огонь для вас делает, понимаете? Ещё вам совет, не поддавайтесь дьяволу, не поддавайтесь искушению, не поддавайтесь сексу. Здесь женщины очень сильно сексуально хотят этого мужчину, вот этого котика, кисочки очень сильно хотят. Девочки, не поддавайтесь, держитесь, держитесь. Будьте императрицей, лежите дальше на этом диванчике, ну я образно говорю. Ну после работы, да, почему нет? Меня же на диване встречают тут постоянно. Поэтому лежите дальше в этих, на этом диванчике. У вас здесь, у кого котята здесь есть? Котята могут быть как ваши дети, так могут быть и ваши действительно котята и собачки, кто живность дома держит. Поэтому вам нужно любить себя в первую очередь. Не забывайте, что вы у себя на первом месте. Оставайтесь императрицей дальше. Ещё вам совет. Да, я по девятке кубков. Ой, я такая счастливая, я такая довольная, милая. У меня в каждой комнате по дивану, успокойся. Я себе не только диваны могу позволить, а что хочу в этой жизни, понятно? Если мне надо, у меня будут таких котов, как ты, миллионы, даже ещё круче. Потому что я этого достойная. Я вообще достойная всего в этой жизни. Потому что я киска, киска. Мурррр. Девочки, девятка кубков. Ну что я, я не знаю, что вам ещё сказать. Вы должны быть постоянно на высоте. Вот вы поднялись до такой высоты, до такой планки. Держитесь. Держите эту планку. Понимаете, как Исимбаева, когда Елена прыгала, брала самые высоты, в рекорды Гиннеса попадала. Никто взять выше не может её. Вот будьте, как Елена Исимбаева, которая берёт высокую планку, и хрен кто дальше меня возьмёт. Поняли? Вам как этот девиз надо себе взять. Круче меня, круче меня. Только звёзды. Всё. Давайте, ещё последний совет и хватит. Хитрости, обманы, манипуляции, интриги, измены, коварства, воровство. Ну, милый, теперь это будет с моей стороны уже, а не с твоей. Понятно? Ферштейн, милый. Understand? Обманы, которые ты раньше производил. Да, я уже их всех раскусила. Милый, теперь они у меня в арсенале. Они просто от тебя, да, плавно перекачали ко мне. Но это и хорошо. На то я и киска. Я теперь знаю, как манипулировать тобой, милый. И обратно я тебе эту семёрку мечей назад не верну. Всё. Девочки, я вам всем желаю счастья, удачи. Пусть у вас будет всё хорошо. Слушайте, колода потрясающая. Надо часы мне теперь на ней гадать. Хотя, не знаю, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете по этому раскладу, как вам нравится эта колода, насколько она точно вас описывает. И вообще формат, да, вот этого видео, насколько вам оно понравилось. Ну, мои шутки, они, конечно, всегда такие специфические. По-другому я не могу. Я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Будьте счастливы, пусть у вас будет всё хорошо. И до скорых встреч. Спасибо.